Центральную торговую площадку города инвесторы хотят купить за 2 миллиарда рублей, но народные избранники посчитали, что этого ну слишком мало. А пока молчит Кировстат. В областном правительстве заявили о том, что зафиксировали обвал ценно-продукты. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». На центральный рынок нашелся покупатель. Предприниматель предложил городадминистрации 2 миллиарда рублей. В городской думе считают эту цифру ничтожной для такого места. И при самостоятельном преобразовании рынка город получит гораздо большую сумму по 5-7 миллионов рублей каждый месяц. Но при условии, что вместо шайбы там появится современный торговый центр. Цены на продукты питания снизились, заявили в областном правительстве. В основном это коснулось сезонных продуктов – помидор, лука, чеснока и огурцов. Кстати, последние подешевели аж на 40%. Еще в правительстве отметили, что снижению цен способствовали высокие объемы реализуемых продуктов питания и скидки в магазинах. Игорь Васильев снова упал в рейтинге глав регионов. Такой вердикт вынесла организация, которая занимается мониторингом общественного мнения в России. Кировский губернатор сейчас занимает 74-ю позицию из 85-ти. Ранее за ним значилась 72-я строчка рейтинга. Лидирует в списке Сергей Собянин. А на последнем месте – глава республики Мариэл Александр Евстифеев. Есть куда стремиться. 9 сентября в Кирове пройдет марафон «Вязкие холмы». В связи с этим будут перекрыты участки улиц Карла Липнихта, Московский, Преображенский, Октябрьского проспекта и еще десяток улиц, следуя из маршрутов забегов. В связи с этим будут массово изменены и маршруты автобусов, которые курсируют через центр города. В списке 12 автобусных маршрутов, 2 троллейбусных, а троллейбус-тройка вообще на полдня перестанет курсировать по городу.